Приветствую вас, Юлия. Есть ощущение, что вам хочется какого-то такого легкого, быстрого решения о вашей проблеме, что, конечно, невозможно. Если отвечать на ваш вопрос вкратце, то на первый вопрос, как разобраться в себе. Ответ простой, личная консультация, индивидуальная работа, ответ второй на второй вопрос, как принять решение в соответствии с тем, что для вас важно. Но уж точно не руководствоваться тем, что для вас унизительно. То есть, если вы будете руководствоваться тем, что вам унизительно, то всё, что вы делаете, и превратиться, по сути, в такую сверх компенсацию того унизенного состояния, которое, ну, которое вы ощущаете, по факту. И я, честно говоря, не думаю, что это какой-то вот плюс вам. Я не думаю, что это даст вам что-то, ну, что-то позитивное. Вот. Понимаете? Какая штука. Дальше. У вас есть, на мой взгляд, несколько здравых идей в том смысле, что действительно мне нужно делить мир на чёрное и белое. Вот. Мир действительно состоит из полимеров. Мир действительно состоит из того, что указана своя точка зрения и своё восприятие. Вот. Совместный ребёнок, правда, ввиду того, что он отдельный человек ни в коем случае не может являться аргументом в данном контексте, потому что, ну, из-за ребёнка сохранять отношения, значит, ему вредить. Но, складывает в меня такое ощущение, что вот для нас брак имеет значение, больше, чем сами отношения, больше, чем сам человек. Вот. Такая вот история. И нужно знать, нужно разобраться с тем, почему для вас это так важно, например. То есть, нужно разобраться, какое значение для вас имеет брак и почему вам так важно в нём быть. Достаточно часто брак используется для того, чтобы переложить на него, значит, функцию обеспечения защищённости. То есть, вот, человек, грубо говоря, ну, не хочет работать над тем, чтобы чувствовать себя защищённым. Вот. Человек не делает ничего сам для того, чтобы чувствовать себя защищённым. Вот. И пытается это увидеть в браке. Пытается достичь этого в браке. Вот. Но её действия, как правило, обречены на права, потому что за этим всегда следуют какие-то ещё вещи, какие-то ещё требования. К сожалению. Вот. И, ну, по сути, остановиться не получается. Вот. А я не говорю, что это прямо плохо обязательно. Я не считаю, что вы, например, совершаете что-то криминальное. Вот. Ни в коем случае, ни в коем случае, я так не считаю. Я говорю о том, что значение брака для вас нужно исследовать. Вот. Потому что, возможно, мужчина, возможно, и скорее всего, мужчина не имеет к этому никакого отношения. Вот. Далее. Что касается ваших требований к нему, то это, на мой взгляд, история о том, насколько требования адекватны по отношению к мужчине. То есть, насколько адекватных вещей вы от него требуете, насколько он может, например, обеспечить вам, ну, вот, то, что вы требуете от него. И что стоит за вашими требованиями, то есть, что стоит за вашими желаниями, что стоит за вашей, ну, за вашими, вот, потребностями, грубо говоря. Это очень важный аспект, потому что, опять же, да, есть вопрос непосредственно о личной ответственности вашей, которую вы, судя по всему, не разграничиваете. Вот. Вот, в принципе, такой ответ. Также, очень важно построение отношений, то есть, как вы, вот, выстраивать отношения, к примеру, со своим мужем, да, что конкретно вы делаете. Он живет с нами, он к маме, очевидно, привязан. Если он привязан к маме, значит, соответственно, это мужчина, склонный к, ну, вероятно, склонный к такой вот позиции, ребёнка, да, то есть, это отношения ребёнок, отношения ребёнок, родителей ребёнок, вот. Ну, вот, по отношению к вам, возможно. И, собственно, это тоже, ну, такой достаточно важный момент, на который можно, можно и, ну, можно и нужно обратить внимание, внимание, ваше внимание, да. Вот, поэтому, такая вот история. То есть, мне кажется, что вы своего мужа, вот, в некоторой степени, идеализировали, вот. А, принять его таким, как он есть, настоящий вы оказались не готовы. И сейчас у вас просто, вот, открываются как-то глаза, на его, ну, на его истинный, так сказать, образ, истинное лицо. И вам это не нравится. Вот. Я не считаю, что вам это должно нравиться, кстати говоря, ни в коем случае, вот, ага, ни в коем случае так не считаю. Но, вот, но, тем не менее, тем не менее, вот, такая история. На мой, на мой, по крайней мере, по крайней мере, на мой, по крайней мере, взгляд, по моему мнению, по крайней мере. Вот, так я думаю, можно ответить вам на вопрос, значит, соответственно, что с этим делать, уже вы, я надеюсь, решите сами. Вот, и, если вы считаете, что брак, это важно, то, опять, ну, очевидно, очевидно, что нужно делать что-то для этого, вот. Чтобы это, чтобы это реализовывалось. Если же вы не делаете для этого ничего, а только предъявляете претензии, то это, к сожалению, не воспринимается всерьез. Вот, так, на этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!